Привет, с вами Вилсиком, а это новая функция IR Emoji на Galaxy S9 и S9 Plus. Я вот могу вам подмигивать, и прическа у меня, конечно, немножко отросшая, но иногда такая бывает. В общем-то, даже мое опухшее красное лицо неплохо перенесено, и, девчонки, если что... Наконец-то этот день настал долгожданный, потому что уже долгое время Samsung в начале года радует нас обновлением своей флагманской линейки Galaxy S. Это, конечно, событие для нас, потребителей, потому что Samsung один из лидеров рынка, и всем интересно, какие тренды он будет задавать на этот год, как ответят конкуренты и так далее. Поэтому мне уже не терпится взять коробочку с Galaxy S9 Plus старшей моделью. Вот она ко мне прилетает, такая красивая. Мы ее сейчас с вами распакуем, посмотрим, что внутри. Это будет самое первое впечатление, потому что я еще не открывал, не знаю. Ну и, конечно, в этом ролике вот чисто эмоции. А дальше через пару месяцев посмотрим, потому что, ну, надо попользоваться, чтобы понять, как оно. Поехали! Galaxy S9 Plus в цвете черный бриллиант. Большая старшая версия на 64 гигабайта. И это модель Duos. И очень круто, что Samsung продолжает популяризировать эту тему. Я прозрел со временем. Две сим-карты дико удобно. Одна для связи, вторая для интернета, потому что там и там удобные и классные тарифы. Одна для домашнего региона, вторая в роуминге. И пользуешься, вообще красота. Ну и, конечно, как водится, на коробке указаны основные отличия от предыдущей модели. Основные вещи, которые ждут меня там внутри. И давайте их зачитаем. Экран 6,2 дюйма с разрешением QHD+, по технологии S-AMOLED. И тут есть сносочка о том, что экран рассчитывается без учета закругленной формы углов. И здесь важно отметить, что со временем эти самые закругленные формы углов прошли некий путь эволюции. И сейчас телефон держать удобно, пользоваться классно, эргономика допилили. И в этом плане, когда вот происходит такое вот развитие идеи, которая красиво выглядит, но при этом ей становится еще и удобно пользоваться, вот это победа. Здесь вообще молодцы. Одна из главных фишек. Основная камера двойная, 12 мегапикселей, две матрицы по 12, обе с оптическим стабилизатором. А также используется технология профессиональных зеркальных камер Dual Pixel. Мы об этом с вами уже знаем, она уже в Samsung'ах была. Фронтальная камера 8 мегапикселей с автофокусом. Съемка в темноте. Тут пометочка, что двойная апертура у нас есть 1,5-2,4. И это одна из главных фишек Samsung Galaxy S9 и S9+. И, блин, вот это очень хочется посмотреть. Замедленная съемка 960 кадров в секунду. В секунду! Я хотел сказать в минуту, не в секунду. И это тоже круто. Встроенная память 64 гигабайта для начала, и потом можно докинуть карточкой памяти. И оперативный 6 гигабайт. Напомню, что в маленькой версии 4. Дальше пошли все функции, с которыми мы уже сталкивались в смартфонах Samsung. Это и поддержка беспроводной зарядки, быстрые, и поддержка Samsung Pay. И наушники, созданные при участии компании AKG. Сейчас послушаем. Конечно же, защита от воды и пыли по стандарту IP68. И сканер радужной оболочки глаз. Выглядит вкусно. То есть, взяли все хорошее, допилили по первому ощущению. И вот сейчас вот начнется жара. Но мне, конечно, важно первое впечатление от самой распаковки. Как оно в руку ляжет, как оно вообще ощущается. Что же ждет меня в коробке? Знаете, таинство первого знакомства. Первое впечатление. Встречают по одежке. Очень важно, чтобы, открывая коробку, все было правильно. Ты такой, да, что-то все заляпано как-то. И мои наклеечки, понятно. Ну что, без меня лапали телефон, что ли? Смотри, не удержался. Ну, я так и знал, что нельзя на ночь оставлять. Что за дерьмо? Так, ванночка, где лежит телефон. Неинтересно. О, аксессуары черные. Черные аксессуары к моему черному бриллианту. Так и должно быть. Собственно, что у нас лежит в конвертике-то? Это скрепочка, а также макулатура, а также всякие аксессуары и рассказ о том, что еще можно использовать непосредственно с моим Galaxy. Тут у нас и клавиатура, и устройство ввода, чехлы, пауэрбанки, наушники. Целая экосистема, о чем, собственно, мы с вами уже не раз говорили. Сегодня не столько важно, какой конкретно продукт делает компания, столько важно, как ты можешь его улучшить, доработать и расширить. Поэтому телефон это только начало, это сейчас некий хаб, а дальше ты можешь обрастать всевозможными аксессуарами интересными. И пошло-поехало. Здесь также в коробочке лежат наушники AKG. Трех с половиной миллиметровый разъем остался. Никуда не делся. Кстати, об этом можно было и на коробке написать. Я уверен, что для некоторых это стало бы важным элементом. А также впервые в смартфонах Samsung используется двойной динамик. Здесь у нас теперь звук должен быть прямо пыу-пыу-пыу. Ну и наклеечка говорит нам о том, что основные фишечки это как раз стереодинамики от AKG. Опять же, инженеры доводили эту тему. Съемка в темноте, замедленная съемка, двойная основная камера и безграничный экран. Опять же, мы с этим уже сталкивались. Ё-моё, слушайте, мне нравится. Наушники AKG. Ща послушаем. Здесь у нас USB-C, USB-A, черный провод. Здесь у нас еще дополнительные резиночки, если вам стандартные, не зайдут. А вот тут полетели вообще по красоте. Смотрите, у нас есть с micro USB на USB-C переходничок. Богатая комплектация, я вам так скажу. Вот такая вот штучка с USB-C на USB. Во-первых, вы можете подключать сюда всякую периферию, вплоть до флешек. А во-вторых, вы можете таким образом перекинуть данные со своего старого смартфона. И опять же, сейчас это делается достаточно просто. И зарядка. Важно, какая она. Так, иди ко мне сюда. Она упакована аккуратно вот так вот. Раз. И она у нас на 2 А. На 2 А это хорошо. То есть, она достаточно быстро сможет зарядить смартфон. Тут так и указано. Fast Charging. Это хорошо. И, в общем-то, все. Больше ничего интересного в коробке меня не ждет. Так и чешутся руки. Во-первых, послушать наушники. Во-вторых, поснимать на эту дикую камеру. Что мы сейчас с вами сделаем. Перед тем, как я расскажу вам о паре интересных фишек, которые я здесь нашел. И вообще, своем впечатлении о Galaxy S9. Ведь давайте так. Мы его разыграем. Мне кажется, что хорошее устройство разыграть всегда можно. Для того, чтобы принять участие в нашем суперпростом конкурсе, нужно быть подписанным на канал Vilsa.com. Если вы этого еще не сделали, то сейчас самое время. Оставить один комментарий и поставить этому ролику лайк. Три простых шага. И через неделю после этого видеоролика мы подводим итоги. На канале Vilsa Live можно выиграть Galaxy S9 Plus на 64 гигабайта. Удачи. Получается, что безграничный экран скрыт этим стикером. Его надо срочно снять. Во-первых, сзади вот это все. Пленочки, конечно. Опа! Ну, что я вам хочу сказать. Дизайн стал, на мой вкус, приятней. Потому что он стал взрослее. И опять же, видна эволюция. Вот это самое важное. Я его сразу хочу включить. Я его сразу хочу под себя настроить. Galaxy S9 Plus. Secured by Nox. Powered by Android. Конечно же, здесь стоит 8.0 Oreo. Конечно же, здесь новая версия Samsung Experience. Конечно же, все хорошо. Сейчас быстренько настрою. И погнали смотреть главные фишки. Как черный бриллиант на свету-то играет. Вот этот момент очень многим понравится. Сканер отпечатков пальцев. Теперь переехал под камеру. Теперь его вообще изи нащупать. Ты сразу такой, бац. Вот он и... Вот это, опять же, эволюция, которую я и ждал. Ну, а меня встречает запуск русский язык. Я не хочу вставлять сим-карту. Это очень мне нравится. То, что телефон можно активировать без сим-карты. Блин. Потому что, ну ее нахрен. Мне она вообще не очень нужна. Несмотря на то, что у меня ее здесь две. И я уже рассказывал, что мне это нравится. Но я поставлю ее позже. Я хочу сразу ощутить вот это все. Наши руки дрожат. Давай, полетели, родной. Ну, наверное, этот момент можно не снимать. Далее, далее. Принять. Все, блять. Все, принять. У меня даже есть Samsung аккаунт. Дошел до момента защиты телефона. И, конечно, количество вариантов поражает. Хочешь смарт-сканирование? Хочешь распознавание лица? Сканер радужек? Датчик отпечатков пальцев? Пин-код, рисунок или пароль? Или вообще нет, спасибо. Давайте смарт-сканирование. Тем более, оно по умолчанию здесь предложено. И чтобы использовать смарт-сканирование для разблокировки телефона или проверки личности, выполнить следующее действие. Так, окей, погнали. Ага, вот что такое смарт-сканирование. Это усовершенствованный способ биометрической идентификации, который сочетает в себе и распознавание лица, и радужек глаза. Крутяк. Погнали настраивать. По идее, это должно ускорить срабатывание сенсоров. Раз. И, во-вторых, ни ночь, ни суперяркое солнце не должно мешать, потому что при любом из этих вариантов возможно использование одного из элементов смарт-сканирования. Так, очки я не ношу. Погнали сканировать радужки. Посидел, поизучал фишки Galaxy S9+. Сейчас о некоторых из них расскажу, и многие будут справедливы также для S9. И первое, что понравилось, это смарт-сканирование. Зацените, бамс, практически моментально. Просто вжик, и лицо распознано. А также все это сопровождается прикольной анимацией. Ну, то есть, прям вот поработали, чувствуется, что стало намного быстрее. И также здесь, конечно же, если говорить про Oreo, про Samsung Experience, то все, опять же, очень шустро, ничего не лагает. Ну, было бы странно, если бы из коробки на новом телефоне. И это флагман, хочу заметить. Все здесь красиво. Предустановлены уже какие-то приложения, как от Google, так и от Samsung. Здесь много всего, на самом деле, разбираться и разбираться. Есть даже партнерские приложения, типа Яндекса. Это Bixby. Пока не говорит на русском языке, но зато здесь есть некий хаб. И предлагает сразу какие-то окрестности посетить, рестораны. Можно воспользоваться поиском Яндекса и так далее. То есть, в этом плане, кастомизация на высшем уровне. Настраивай, как хочешь, настроек самих по себе. Дохренища. И можно провалиться туда далеко-далеко. И сделать все под себя. В этом плане, что Android, что Samsung со своим экспириенсом дают, конечно же, свободу действий. И я уже много раз говорил, что я в этом плане чувак такой, более зашоренный. Мне вот как дали, так я и буду юзать. Но кому-то хочется, чтобы можно было вообще тюнинговать под себя. Ну, пожалуйста, такая возможность есть. Из интересного здесь есть AR-эмодзи. Вы можете записывать как видеоролики, так и на базе того, что вы создали, делаются вот такие вот гифки, которые можно использовать потом в любом мессенджере, в сообщениях, где больше нравится. И, конечно же, можно записывать как фоточки, так и впоследствии видосики. Собственно, в камере вот здесь можно себя сфотографировать. Это я салфачок бахнул. Вот так вот. То есть берешь себя и фотографируешь. И я здесь, смотрите, худой, красивый. Лучше, чем в жизни, черт возьми. Одна из ключевых особенностей этого смартфона, это, конечно же, камера. Два раза нажимаю на клавишу питания для быстрого запуска, и полетели. Есть сверхзамедление. То самое 960 кадров. И здесь применили следующий подход. Происходит автодетектинг движения. И в моменте, когда что-то нужно снять суперзамедленно, телефон это делает сам. Вам ничего дополнительно жмякать не надо. Есть те самые IR Emoji. Причем можно выбрать как версию со своим лицом, так и предустановленные какие-то красивые. Автофокус понятно. Живой фокус. Здесь у нас некий портретный режим. Профессиональный. Позволяет управлять, в том числе, диафрагмой. Смотрите, 1.5, 2.4. Переключаешь. ISO, баланс белого, точки фокусировки, все что угодно. Панорама. Есть отдельная настройка, моя любимая, я так чувствую, с недавних пор. Это Еда. Пожалуйста, сфоткал красиво еду. И Hyperlapse. В общем, все, что мы, в принципе, любим. Настроек великое множество. Опять же, что-то можете сделать под себя. Что-то можно установить по умолчанию и больше не заходить. И это, на самом деле, здорово. Автофокусировка работает очень шустро. Очень понравилось, как работает портретная съемка на фронтальную камеру. У меня получилось прямо вот лицо лучше, чем в жизни. Опять же, если я получаюсь лучше, чем в жизни, без особых, знаете, вот этих вот фильтриков, то это победа. Стереодинамики, над которыми работали инженеры AKG, друзья мои. Один находится, собственно, совмещен со слуховым динамиком. Один снизу. И давайте зайдем на YouTube-чик, посмотрим какой-нибудь... Вот я клип тут, значит. Это Ширан. Давай, родной. Разряжай. Собственно, двойные динамики или стереодинамики, это уже не то, чтобы что-то вау, но здесь чувствуется, что поработали над басами, и звук не ощущается плоским и очень звонким. Дело в том, что здесь очень мало места, и в этом плане инженеры AKG реально поработали, потому что звук такой... Ну, он приятный, то есть смотреть кино, например, чисто с динамиков не проблема, ну и плюс у нас огромный широкий экран 18 на 9 соотношение. Некоторые даже скажут 18 с половиной, но, кстати, нижнюю панель кнопок можно скрыть, если что. И вы знаете, отдельно хочется поговорить о наушниках. А наушники AKG в данном случае имеют внутриканальный дизайн, что позволит, наверное, им играть хорошо однозначно, потому что это в любом случае более такой приятный звук лично для меня. И, конечно, стоит отметить, что их можно использовать как гарнитуру, потому что здесь есть микрофон, пультик переключения и так далее. Трех с половиной миллиметровый разъем. Давайте, собственно, там же на ютубчике от того же самого Эда Ширана и запустим, и поймем, как он вообще. Вы знаете, для комплектных наушников играют просто шикардосно. Вот, ни дать ни взять. То есть, конечно, ты понимаешь, что всегда можно лучше, но это одни из лучших комплектных наушников, что я слушал. Мне кажется, тюнингнули их по сравнению с предыдущим поколением, и прям зашло. Реально зашло. Хочешь послушать? Я обещал вам самое первое впечатление, эмоцию, и могу сказать, что Galaxy S9 Plus мне понравился. Камера выглядит очень многообещающе, я специально не стал заострять на нее внимание, потому что она достойна отдельного ролика. Я поснимаю, выложу вам и фоточки, и видосики, и замедленную съемку, и все, что он умеет, потому что хочется это потестировать отдельно. В данном случае это было бы неправильно, складывать все яйца в одну корзину, вы знаете эту тему. Что касается производительности, здесь тоже стоит отдельно посмотреть, я, может быть, сделаю ролик топ-9 фишек Galaxy S9 и S9 Plus, и там отдельно об этом поговорю, потому что здесь процессор Exynos 9 в моем случае, 6 гигов оперативы в S9 Plus, и вы знаете, этого более чем достаточно. Менюшка не лагает, все работает шустро, но было бы странно, если бы было иначе. В этом плане рассказывать про современные смартфоны становится даже странно, ну то есть как бы, что ждать еще от флагмана Samsung 2018 года. Допилили дизайн, он стал более приятным, на мой вкус, в сравнении даже с S8, но это началось еще с Note 8. Двойная камера с изменяемой диафрагмой ЧО, процессорные мощности тоже за глаза, в нашем случае это Exynos 9, 6 гигов оперативной памяти, и опять же, в этом плане сложно говорить о современных флагманах. Да ее там реально более чем, было бы странно, если бы иначе. И в этом плане телефон стал лучше во всем, что-то доработали кардинально, что-то появилось новое. В общем-то, вот такое первое впечатление, если вам нравится Android, то почему бы не взять Samsung? Вот такая позиция. На нашем рынке из флагманов, из тех, кто делает действительно что-то прям очень хорошее и очень дорогое в этой системе, выбора-то, в общем-то, особо и нет. Дальше можно говорить, что, может быть, вы хотите это, 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 какие-то нюансы, но просто вот взять хороший флагман на Android, пау! Буду смотреть, буду тестировать, буду рассказывать в других роликах, что там дальше, как будет. На этом первое впечатление, в общем-то, можно заканчивать. Еще раз, телефон понравился. Было бы странно, если бы нет, потому что, ну, он хороший, это эволюция. Еще раз, я вижу здесь эволюцию, я не вижу здесь каких-то прямо очень сложных историй, которые бы повлияли на ваш экспириенс. Если вам Samsung заходил последние пару-тройку лет, то здесь зайдет еще лучше, потому что стало удобнее, краше и так далее. И я расскажу вам о камере в отдельном ролике, сделаем ролик топ-9 фишек Galaxy S9 и пишите мне в социальных сетях, в Твиттере, в Инстаграме, везде, где сможете. Может быть, у вас есть какие-то персональные вопросы, я о чем-то смогу вам рассказать в более подробном взгляде. Ну, а пока вот так. Samsung молодцы, тихонечко, но движется к какому-то идеалу, который, видимо, совсем скоро достигнут. Как-то так я это вижу, потому что процесс идет и это видно. А с вами был Иосоком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Твиттер, опять же, социальные сети, Инстаграм, участвуйте в конкурсе. Вот такую радость можно выиграть, а я пойду, пожалуй, камеру тестировать, потому что уже пора. Пока!